Которая была, мне кажется, наиболее отчаянным противником нашей тогда во времена войны. Экматияр отвергал любые компромиссы с недавними соратниками. Видел на вершине власти в Афганистане только себя самого. Но в войне за власть выигрывал другой лидер, Ахмат Шахмасул. Я хочу сказать, что это был выдающийся человек. Он вызывал огромное уважение к себе. И мы на протяжении, если не всех, девяти лет и двух месяцев пребывания, ну, по крайней мере, восьми лет точно, мы, я имею в виду руководство 40-й армии, не только я, мы с ним постоянно поддерживали контакты. Весь северо-восток, и восток практически весь Ахмат Шахмасул. Он пользовался огромным уважением среди жителей. У него там было свое государство фактически. Он был умный человек во всех отношениях. В апреле 92-го года Масуд взял Кабул, оставив своего врага Хикматияра, пока не удел. Это Абдул-Хадди Хамеди, бывший генерал. Когда-то служил в афганском генштабе, разрабатывал операции вместе с советским командованием, а потом отказался от наград и званий и перешел на сторону маджахедов. Воевал в армии Масуда. Хамеди рассказал мне, что после штурма Кабула Ахмат Шах приказал взять под охрану всех российских дипломатов. Это была наша политика. Так принято в мировой практике. Дипломатов надо защищать в любом случае. Позор в стране, где дипломатов убивают. Мы и прежнего президента Наджибулу защищали. Масуд сказал, никому Наджибулу не трогать. По приказу Масуда я сам ездил к Наджибуле, предлагал вывезти его из Кабула в безопасное место. Он отказался. Вы знаете, что из этого получилось. Судьба Наджибулы, свергнутого президента Афганистана, была ужасна. Он хоть и покинул свой пост, из Кабулы уезжать отказался. Жил на территории миссии ООН. В 96-м году талибы захватили Кабул, арестовали Наджибулу, издевались над ним, потом застрелили. Тело повесили на воротах бывшего королевского дворца. Это не Европа. Здесь законы устанавливает победитель. Фактически летом 1992 года. Главная политическая интрига здесь, в Афганистане, состояла лишь в одном. Сможет ли стоящий на поступках к Кабулу Гульбиддин Хекматьяр отбить столицу у своих бывших соратников? То есть сможет ли он победить отряды Ахмат-Шахмасуда? И главный вопрос, как это скажется на судьбе граждан России, находящихся в Кабуле? Продолжение следует...